Это программа Донбасс Реалии на Радио Свобода и Алексей Мацука. Приветствую вас. 17 февраля в Верховной Раде впервые прошли парламентские слушания о статусе переселенцев из оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма. Для участия зарегистрировалось около полутысячи человек, пришли представители более чем 300 общественных организаций. А вот министры мероприятия проигнорировали. Подробнее в сюжете Михаила Штекеля. Переселенцы усилиям правительства по их интеграции не доверяют. Представителю государственной службы по чрезвычайным ситуациям они даже не дали договорить. Главы профильных министерств, юстиции и социальной защиты проигнорировали парламентские слушания о проблемах переселенцев. Докладывать о достижениях властей прибыли их заместители Виталий Мущинин из Минсоцполитики и Сергей Петухов из Минюста. В 2014 году, понимая, что обеспечить всех жителей на этот период мы не можем, приняли решение. Это было решение о выделении государственной помощи на аренду жителей и проживание. В 2015 году на такую помощь было выделено больше 3 миллиардов гривен. В этом году выделено почти 3. Впрочем, представителей переселенцев объяснения членов правительства не устроили. Я думаю, надо сделать очень просто. Забрать паспорт у этого молодого человека, представителя, заместителя министра юстиции, выдать паспорт с луганской пропиской, забрать у него работу, забрать у него машину, забрать у него все имущество, все позабирать, повесить кредит на него. В ходе парламентских слушаний поднимались самые разные проблемы переселенцев. И социальные выплаты, и пересечение пунктов пропуска на линии прекращения огня, и восстановление утраченных в захваченных городах документов, и проблемы с жильем. Представителей общественных организаций возмущало, что в недавнем отчете премьер-министр Украины практически проигнорировал проблемы более чем полутора миллионов человек, в том числе более чем 70 тысяч людей с ограниченными возможностями, покинувших родные города из-за войны. Зашла речь и о территориях вдоль линии размежевания. Для решения их проблем звучали в том числе довольно неожиданные предложения. Есть предложение. Это создание в трех районах – Попаснянский, Новоайдарский, Станично-Луганской – свободной экономической зоны для участников АТО, членов семей погибших бойцов и тех жителей, которые проживали на момент боевых действий в поселке Новотошковку, в этих районах. По состоянию на 15 февраля этого года в Украине насчитывается 1 миллион 725 тысяч переселенцев с востока Украины и из Крыма. Как сообщил в ходе парламентских заседаний координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Нил Уокер, в следующем году их организации для финансирования всех запланированных программ необходимо почти 300 миллионов долларов. Михаил Штекель для Донбасс Реалии, Радио Свобода. На сегодняшний день комплексной программы государственной помощи ни переселенцам, ни тем, кто остался на оккупированных территориях, нет. Значительную поддержку дончанам, луганчанам и крымчанам предоставляют общественные организации и отдельные волонтеры. Но могут ли они решить все проблемы людей, столкнувшихся с войной? Сегодня об этом говорим с координатором гражданской инициативы «Восток-СОС» Александрой Дворецкой. Александра, добрый день. Возвращаясь к слушаниям, которые прошли в парламенте Украины, там готовились некие рекомендации, проект рекомендации. И многие общественные организации, как я понял, участвовали в подготовке этого проекта. Можно ли более подробно рассказать, что это за рекомендации, куда они будут направлены и услышат ли их правительство и парламент? Действительно, рекомендации готовились и при активном участии общественных организаций. Но согласно регламенту Верховной Рады есть некоторая процедура. К парламентским слушаниям готовится лишь проект рекомендаций, который представляется депутатам, правительству, участникам парламентских слушаний. В ходе парламентских слушаний участники могут высказать различные предложения с трибуны, как мы слышали вчера. И дальше они включаются также в рекомендации. То есть, если вдруг в зале было озвучено что-то, то, что не вошло в проект рекомендаций до слушаний, также в течение еще двух недель можно будет подавать такие рекомендации на адрес комитета по правам человека. Впоследствии формируется окончательный текст рекомендаций и в виде постановления Верховной Рады должен быть проголосованный в Верховной Раде. И только тогда этот текст рекомендаций станет обязательным документом. Насколько известно, при правительстве до сих пор нет какого-то единого органа по решению проблем, вынужденных переселенцев. В этих рекомендациях учитывалось ли создание такого некого органа? Одной из рекомендаций было создание центрального органа исполнительной власти. Есть рекомендации, которые говорят о том, что это может быть вице-премьер-министр по делам внутренне перемещенных лиц оккупированных территорий, либо это может быть профильное министерство. Но на данный момент рекомендации расписаны таким образом, что есть рекомендации Верховной Раде, есть рекомендации Кабинету министров, есть рекомендации органам исполнительной власти. То есть они все расписаны по адресатам конкретно. Пока что на сегодняшний день основная часть помощи людям, ставшим вынужденными переселенцами, оказывают иностранные доноры, организации, посольства, ведомства, фонды и так далее. Как на ваш взгляд вы оцениваете этот объем помощи, насколько он достаточен и насколько он отвечает запросам населения? Например, открыть бизнес где-то или, например, получить какие-то деньги на остекленение домов и так далее. Это удовлетворяет запросы или нет? В первую очередь мы оцениваем вообще помощь примерно распределения 95 на 5%. Это 5% то, что помогает государству Украина через разные органы власти. 95% это то, что идет мимо государства Украина, международной, общественной организации, национальной. Не всегда напрямую людям, но не используя деньги государственного бюджета. Что касается этой помощи, то скорее международные организации, общественные организации покрывают больше такие экстренные виды помощи. Это выезд, поселение, медикаменты, одежда, еда. Но долгосрочной перспективы на данный момент программ довольно мало. Вопрос, например, с обеспечением жилья. Наиболее острый вопрос, который стоит, на данный момент нет каких-то больших программ, кроме нескольких реализованных попыток с модульными городками, финансируемыми немецким правительством. Но в основном таких долгосрочных программ по решению проблем внутренне перемещенных лиц, по их интеграции, социализации довольно мало. Есть небольшие грантовые поддержки на открытие собственного бизнеса, 2-3-4 тысячи долларов, но это не системная поддержка. Ну вот как раз об этой поддержке в Харькове в рамках проекта ООН для переселенцев и при поддержке правительства Японии выдали 25 грантов на открытие бизнеса. Общая сумма выданных средств – это более 3 миллионов гривен. С одной из переселенок, которая сейчас живет в Харькове и занимается выпечкой, встретились наши корреспонденты. Тоненькая кисточка. Вот так, был безликий, а стал ликий миньон. Екатерина передает фигуркам эмоции, рисует по памяти, каждый пряник уникальный. В общем, сначала это было просто повторение пряника в печенье. Иностранный сад какой-то открыл, какого-то мастера красивого, и все супер, здорово, и просто повторяла. А потом уже даже с любой картинки можно сделать пряник. Начинала печь для себя и близких, но приехав из Луганска в Харьков, выпечкой занялась всерьез. Сейчас Катю клиенты находят сами. Небольшая кухня в квартире – это и кондитерский цех, и офис по приему заказов. На стене записки от покупателей. Число, дата, имя, кому что нужно. Конечно, это сейчас она очень пустая. У меня даже не совсем заказы, а просто попутный материал тоже нужный, который относится к работе. В предновогодние праздники Катя выпекла более 5000 пряников-сувениров. Из небольшой квартиры девушка начала перебираться в съемный офис. Оборудование для выпечки приобрела буквально на днях. Тут можно уже вот сколько пряников наставить, наставить. Это счастье. И увезти куда-нибудь, хранить его дальше. А потом уже упаковать. Упаковка у нас все есть. Кладовочки наши любимые. Реализовать хобби в бизнес, который приносит не только удовольствие, но и заработок, Катя помог грант для переселенцев. В рамках проекта Организации объединенных наций при поддержке правительства Японии девушки выдали около 100 тысяч гривен на покупку оборудования. Из того, что мы бачили, объезжающие уже открытые бизнесы, эта допомога действительно важливая. Потому что это невеличкий поштовх, невеличкий шматочок доверия людям, для того, чтобы они поверили снова в себя и начали снова восстановить то, что они умели когда-то. В рамках проекта гранты получили 25 переселенцев, проживающих в Харьковской области, на общую сумму более 3 миллионов гривен. Переселенцы, получившие гранты, планируют работать преимущественно в сфере обслуживания. Анатолий Мажора, Харьков, Донбасс, Реалии. По информации Межведомственного координационного штаба по проблемам социального обеспечения переселенцев, в стране действуют 804 объекта различной формы собственности, которые могут разместить около 13 тысяч переселенцев. Однако вчера на парламентских слушаниях было заявлено о том, что у нас в стране 1,7 миллиона человек, которые имеют статус вынужденных переселенцев. Понятно, что не все уехали, понятно, что кто-то остался на оккупированных территориях, аннексированных, и продолжает получать на выезде пенсии социальные пособия. Но тем не менее, я думаю, что достаточно много тех, кто нуждается в жилье. В проекте рекомендации что-то об этом учитывалось? И какие-то можете сделать срез информации о том, кто из общественников, волонтеров сейчас занимается проблемами поселения людей в новое жилье? Если занимается. В проекте рекомендации говорится в нескольких пунктах о предоставлении временного жилья. В первую очередь, это реализация уже действующей нормы закона. В действующем законе про запаспачивание прав внутричнепромещенных осип говорится о предоставлении временного жилья на 6-месячный срок с условием оплаты коммунальных услуг. На данный момент эта норма закона не реализуется, поскольку правительством, кабинетом министров не был принят конкретный порядок, куда я как переселенец могу обратиться для того, чтобы получить такое временное жилье. Есть ли перечень такого жилья, могу ли я его выбрать, какие в нем условия, могу ли я приехать туда с семьей, или надо как-то решать только индивидуальное поселение. То есть ни одного ответа на эти вопросы нет. То есть то, что уже гарантировано законом, просто не исполняется. Второй вопрос связан с тем, что надо привести в порядок тот перечень коммунального и государственного имущества, которые есть на сегодня. Вот то, о чем говорит Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, являясь центральным органом, который организует координационный штаб, мы не до конца понимаем, что кроется за этими 800 с лишним объектов, в которых можно поселиться, какие условия, требуют ли они ремонта, предназначены ли они для проживания. Мы знаем, что многие переселенцы селились в санатории, например, они не предназначены для зимнего проживания. Потом переселенцы поселялись в некоторое общежитие, а их надо оплачивать коммунальные услуги как юридические лица, потому что они числятся как санаторий, и тарификация за электроэнергию, тарификация за воду, отопление, она идет как для юридических лиц на порядок выше. Почему переселенцы, оказавшиеся в такой кризисной ситуации, пострадавшие от конфликта, должны платить по ценам юридических лиц? То есть это вторая проблема, которая тоже должна быть урегулирована. И это описано в рекомендациях. Третий вопрос — это долгосрочные программы по выделению земли под застройку, под выделение непосредственно в очереди на социальное жилье, то есть социальное жилье, чтобы тоже предоставлялось внутренне перемещенным лицам. Есть разные рекомендации, они разные по возможности исполнения и скорости исполнения, но вот так они примерно отображены сейчас. Есть еще одна проблема — это люди, которые остались без жилья на уже освобожденных территориях, более чем полторы тысячи разрушенных таких частных домов и 40 пострадавших многоэтажек. Это результат боевых действий Славянска, который сейчас находится под контролем Украины. Как проходит восстановление жилья там, в Славянске, смотрите в нашем сюжете. Война выгнала славянцев из квартир и домов. Люди стали переселенцами. Когда сепаратисты вышли из города, многие вернулись и обнаружили развалины. Вот мы когда уже освободили вот это, что повъезжали, мы приехали. Мы приехали, так мы ночевали на улице. Я как глянула, приехала, я как глянула наш дом наш. И у меня все так, на нервах все, руки трусились, ноги трусились. Я не могла дойти, я кричала, как вроде кто-то умер. Вы понимаете? Сепаратисты вышли из Славянска 5 июля 2014 года. Но разрушения от боев еще видны. Сильно досталось частному сектору. По статистике, пострадало более полутора тысяч домов. 121 дом был разрушен полностью. У нас дом целый был тогда, когда снаряд попал сначала отсюда. Мы дома были вообще, в подвале были. И выше смотрели, там уже половины нет. Семье Нурии помогли волонтеры и международные благотворители. Нам помогали волонтеры сначала из Львова, они помогали. А потом в Чехии помогали, да. Красный крест, окно все ставили, помогли. Сейчас в Славянске восстановили 43 частных дома. Собственникам разрушенного жилья уже выделяли помощь из городского бюджета. Последний раз около трех тысяч гривен. Также по этой категории очень хорошо сработали благотворительные фонды и международные доноры. На сегодняшний день восстановлено 43 дома. Частично или полностью 43 дома восстановлены. И Львов давал нам стекло, целый вагон стекла прошел. Цемент давали. Тоже западная Украина, центральная Украина. ДВП приходило. Поэтому помогали всей Украине восстанавливать. В городе пострадало 40 многоэтажек. Восстановили 34. В доме по улице Бульварной из-за попадания снаряда рухнул подъезд. Потеряла здесь квартиру и мать троих детей Наталья. А 29 января вместе с соседями она вернулась в отстроенную квартиру. Государство потратило на восстановление дома более 4 миллионов. Жилье на съемном жилье. То бишь нас добрые люди пустили за коммуналку пожить. Ну, во всяком случае, коммуналка тоже получалась дарковата. Вот так вот. Ну, до сих пор там пока живем, пока здесь еще, так сказать, до конца въехать. Но в новые квартиры людям не установили печи. Наталье повезло больше, чем соседям. Ей помогли благотворители. Восстановление жилья продолжается, но темпами довольны не все. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии. Радио Свобода. Александра, вот мы с вами имеем прямое отношение к Донбассу. А вы знаете и, наверное, больше, потому что еще и с Крымом ваша судьба связана. И в целом вот две такие проблемные территории. У меня к вам вопрос. Как по вашим ощущениям, наблюдениям, общению с людьми, с донорами, с международными какими-то волонтерскими организациями, люди воспринимают Донбасс и переселенцев из Донбасса здесь, в Большой Украине. Как это можно объяснить, чтобы наши зрители там и на оккупированной территории, и на освобожденной территории, так сказать, и в серой зоне, чтобы им объяснить, как же нас видят здесь, в Большой Украине? Я думаю, что очень разное восприятие нас зависит от нас самих. Когда мы переезжаем, все-таки надо говорить о том, что разные люди требуют разной степени внимания. Есть переселенцы, которые помогают местной громаде здесь, устраивая свой бизнес, устраивают местных жителей на работу и создают новые рабочие места, платят налоги и выглядят такими успешными переселенцами, которых, наверное, все ожидают видеть. Все хотят видеть в Киеве, например, переселенцев, патриотов, в вышиванках, говорящих на украинском языке, которые ничего не требуют от государства. Однако мы понимаем, что есть и такие люди, которые требуют особенного внимания, дети, пенсионеры и так далее, и, конечно, к ним уже отношение возникает немного, как будто бы они потребители. Но в целом я думаю, что отношение у принимающей громады, у местных жителей куда лучше, чем у самого правительства по отношению к внутренне перемещенным лицам. И если наше правительство, в конце концов, все-таки поймет, что проблемы внутренне перемещенных лиц надо решать и будет с трибуны заявлять не то, что это большая проблема и надо пресекать пенсионный туризм или вылавливать террористов, то думаю, что и отношение принимающей громады станет куда лучше. Но мне кажется, что некоторые рассказы про негативное отношение к жителям Донбасса, это тоже немного нагнетание ситуации, возможно, которая выгодна не только нам, как Украине показывая, что есть проблемы, связанные с внутренним перемещением, но и тем, кто хочет показать, что Украина каким-то образом не воспринимает жителей Донбасса как часть своей территории. Но проблема есть. Проблема есть с устройством на работу, проблема есть со съемным жильем, стереотипы, которые возникают, что эти люди приехали сюда ненадолго, они временно, они в любом моменте все могут бросить и уехать, поэтому для них действительно сложно принимать долгосрочные вещи. Вы как лоббист прав переселенцев, можно так сказать, верите ли в то, что будет в ближайшее время или в какой-то срок принято некая понятная, четкая стратегия, что же делать дальше с вынужденно перемещенными лицами, как обеспечить их свободу и права, и в том числе право голосовать в тех территориальных громадах, где они сейчас уже больше двух лет будут жить этой весной и так далее. Есть ли надежда на то, что такая стратегия будет? Надежда есть. Вопрос, когда она будет. Последние изменения к закону о внутренне перемещенных лицах принимались с парламентом 10 с половиной месяцев. Понятно, что мы ожидаем, что некоторые вещи должны идти быстрее. Например, закон о праве голоса внутренне перемещенных лиц на местных выборах, он так и не был проголосован до местных выборов, а сейчас отложен как бы в долгий ящик. И также обстоят дела с законопроектом, предусматривающим компенсацию за утраченное жилье. Он тоже не рассматривается в силу некоторых политических причин. Но думаю, что мы все вместе, переселенцы, организации, активные граждане, которые хотят принимать участие в своей судьбе, можем ускорить этот процесс. Например, вчерашние события, связанные с парламентскими слушаниями, это тоже один из этапов, в котором нам нужно принимать участие, рекомендовать и, несмотря ни на что, потом показывать пальцем на рекомендации и говорить, вы обещали это делать. И каждый раз приближать этот вопрос. И двери нашей студии для вас всегда открыты. Пожалуйста, приходите, рассказывайте об этих инициативах, чтобы как можно больше людей и наших земляков, оказавшихся в трудных условиях, как там на оккупированной территории, так и здесь, знали о том, что делают волонтеры общественной организации. Спасибо за участие вам сегодня. Координатор гражданской инициативы «Восток СОС» Александра Дворецкая была сегодня гостьей студии «Радио Свобода». Нашим зрителям напомню, что этот выпуск программы «Донбасс Реалии» и все предыдущие доступны на нашем сайте «Радио Свобода». Также можете подписаться на нас в популярных социальных сетях и быть в курсе последних новостей, все, что происходит на оккупированной и освобожденной части Донбасса. А сегодня на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин